Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля и очень рада вас приветствовать на своем канале. Друзья, по многочисленным запросам, по многочисленным просьбам я наконец-таки снимаю видео про инжирные ароматы. Я хочу сказать, что я не так давно начала увлекаться инжиром и как фруктом, то есть именно в пищу его употреблять так, собственно и в парфюмерии. В некоторых ароматах он имеет больше солоноватый оттенок, в некоторых ароматах инжир больше зеленый, в некоторых ароматах он действительно прям такой молочный, сливочный. И действительно нота инжира, она меня прям обняла и не хочет никак отпускать. У меня накопилось достаточно большое уже количество ароматов с ноты инжира. Также у меня есть и флаконы, и отливанты, и пробники. И сегодня я также вам хочу рассказать о некоторых ароматах, которых нет в моей коллекции, но я их тестировала неоднократно. Какие-то у меня были ранее, или допустим у моей мамы был один аромат из тех, о которых я вам хочу сегодня рассказать. И, конечно же, я хочу поделиться с вами своим мнением, и будет мне очень интересно почитать про ваши любимые инжирные ароматы. Есть они в моем списке или нет, мне будет очень интересно, поэтому обязательно не забудьте написать свой список, свой топ инжирных ароматов. Ссылочки на ароматы я, конечно же, оставляю внизу в инфобоксе, так что заходите, смотрите. И, конечно же, не забывайте пользоваться моим 10% промокодом в интернет-магазине парфюмерия и косметики рандеву.ру. 10 финкель, он дает вам скидочку 10%, действует от суммы заказа 2,5 тысячи рублей, суммируется с акциями и скидками на сайте. Кстати, также хочу напомнить о том, что там есть очень такая удобная опция, это оплата долями, потому что ароматы, косметику хочется покупать себе всегда. Не всегда, допустим, на это есть средства. И плюс там все время проходят акции распродажи, вот недавно там была акция на миниатюры, недавно там была акция также на аромабоксе, так что свой любимый аромат можно урвать по очень-очень хорошей цене. Итак, давайте начнем с аромата, которого нет в моей коллекции, но я с ним очень хорошо знакома. Это один из самых популярных, таких вот известных ароматов на тему инжира, кстати, про который мне сегодня напомнила моя зрительница в телеграм-канале. Хочу вас пригласить подписаться, все ссылочки я всегда оставляю внизу в инфобоксе. Также в закрепленном комментарии, также я сейчас начала более активно вести свою страничку ВКонтакте. Не знаю, насколько это будет продуктивно, честно говоря, каждый раз, когда захожу ВКонтакте, я там просто как мамонт какой-то древний. Напишите мне, пожалуйста, внизу, пользуетесь ли вы приложением ВКонтакте, кто там сидит. То есть я, когда туда захожу, посмотрю, в основном проверить флакон, если мне нужно, ну и, собственно, выхожу. Итак, первый аромат, о котором я вам хочу рассказать, это, конечно же, знаменитый, популярный, легендарный аромат. Это аромат Вуманити от Мюглер. Если говорить про ароматы Мюглер, то, я думаю, многие здесь со мной согласятся. Здесь либо любовь, либо ненависть. Потому что чаще всего далеко не все оценивают, в принципе, парфюмы от Мюглер. То есть здесь, наверное, 60 на 40. 40% это те люди, кому нравятся ароматы произведения искусства от Мюглер. И 60% это тех людей, кто не понимает, кто не любит их ароматы. Потому что ароматы имеют в себе фирменное ДНК. Ароматы достаточно яркие. Ароматы с характерной такой вот ноткой почули. Это действительно такая, знаете, как некая фишка у бренда. Но ароматы там действительно классные. Я отношусь к разряду вот этих вот 40%. Кому нравится аромат Мюглер. Если говорить про аромат Вуманити, то это очень интересный, очень старый, очень классный аромат. Это аромат на тему инжира. Это аромат на тему икры. Там, по-моему, есть еще соль. В любом случае, я пирамиду вставляю для вашей наглядности. И, конечно же, как выглядит флакончик. Флакончик тоже очень интересный. Хочу отметить этот момент. Там такая крышечка на цепочке. Железное все это. И сама жидкость у аромата розового цвета. Для кого-то этот аромат больше уходит в сторону инжира. Для кого-то этот аромат уходит больше в металлические, такое вот металлическое звучание. В оттенок черной именно икры. Я все-таки отношусь к людям, кто слышит в этом аромате больше икорный такой вот аспект. Мне меньше положили инжира, но мне больше положили икры. И, конечно же, еще один момент, который хочу отметить в аромате. Несмотря на то, что, точнее, вне зависимости от того, как вы слушаете аромат из флакона, либо же на коже, я всегда слышу в данном парфюме именно такой вот холодный металлический оттенок. То есть это не в моей голове я слышу металл из-за того, что у него пульвик, там вот эта вот верхушка флакона металлическая. Так действительно на моей коже раскрывается этот аромат. К слову, был у моей мамы большой флакончик данного парфюма. Пользовалась она им с удовольствием. Для меня это, опять же, один из ароматов моего детства. Потому что действительно аромат прекрасный. Если есть возможность, то я рекомендую вам его попробовать. Я, друзья, буду пользоваться подсказками своими, тут небольшими конспектами. Потому что ароматов много, я не хочу обделить вниманием или случайно забыть вам рассказать про какой-то аромат. Поэтому, извините, буду периодически подглядывать. Следующий аромат Вильгельм Парфюмери. У Вильгельма Парфюмери достаточно большое количество ароматов с нотой инжира. К слову, один аромат с нотой инжира, которого нет в моей коллекции. На данный момент я не могу себе его купить, потому что мне категорически не нравится его цена. Но я вам чуть позже о нем расскажу, потому что у меня есть пробничек. Я заказала данного аромата пробник. Он, конечно, шикарный. Сейчас я вам буду рассказывать про те ароматы, которых, опять же, нет в моей коллекции. Хочу начать с аромата Purple Fig. Это очень, опять же, интересный, натуралистичный, такой вот свежезеленый, фужерный аромат на тему инжира. Там есть ангелика, там есть инжир, там есть и цитрусы. Очень тоже красивый парфюм, полноценный это будет унисекс. Нужно пробовать, потому что не совсем мой вариант, наверное, инжира. В нем слишком много вот этой вот, я бы сказала, злобной травности, что ли, если можно так выразиться. Чаще всего, кстати, в ароматах такую вот ноту агрессивной, именно такой вот зеленой, свежескошенной травы. Именно таким образом я чаще всего слышу ноту листа инжира. Но, по-моему, в этом аромате, если мне не изменяет память, нету листа инжира, там, по-моему, есть нектар инжира. В общем, обратите обязательно свое внимание, любители инжира, на Purple Fig. Для мужчин, для женщин это будет прекрасный аромат. На лето, на, допустим, раннюю осень. Это очень освежающий, очень красивый аромат. Также от Вильгельма Парфюмери хочу отметить аромат, который называется Дети Вельвет. Несколько раз подходила, тестировала этот аромат. Красивый аромат, у него такая интересная пирамида. Там есть помелла, там есть табак, там есть, собственно, сам инжир. Там также есть соль и сандал. Кивер, по-моему, также присутствует в данном аромате. Конечно, очень красивый аромат. Но, опять же, у него на старте есть немножко такой горековатый именно цитрусовый аспект в виде помелла. Для меня он все-таки больше уходит в сторону мужского аромата. Но я знаю, что очень многие любят этот аромат. И, кстати, по пирамиде, если вот я смотрела, они перекликаются очень сильно с тем Вильгельмом, который мне очень хочется иметь в своей коллекции. Дети Вельвет я тоже вам могу посоветовать. Но для меня это все-таки аромат, больше уходящий в мужскую сторону. Потому что в нем нет такой молочности, такой сливочности именно инжира, которую я больше всего люблю в ароматах как раз-таки с ноты инжира. Также прекрасный инжир, который очень мне нравится, который, опять же, кто-то любит, кто-то просто терпеть не может. Это, конечно же, Ван Клифф энд Эрпл Сантал Бланк. Слышу именно как рассольный сандал, как соленый инжир. Кто-то сравнивает этот аромат с Лилабо Сантал 33. Для меня они отличаются, потому что Сантал 33 для меня прям это действительно бочка с огурцами, со всеми этими травками, приправками. Сантал Бланк – это аромат с потрясающими техническими характеристиками. Мне очень нравится его белый флакончик. Опять же, сейчас на экране вы можете наблюдать данный аромат. Кто-то в нем слышит больше молочности, больше сливочности, больше лактонного такого вот инжира. Я все-таки в нем больше слышу соленого инжира. И эта соленость, здесь, возможно, еще Сантал прибавляет солености вот такой вот аромату. Но аромат очень красивый и, к слову, технические характеристики у данного аромата просто потрясающие. Потому что я, когда блотер притащила домой, у меня неделю, наверное, полголухала комната. Поэтому, кто любит суперстойкие, супер такие вот яркие, солоновато-кремовые ароматы, то обязательно тоже обратите на него свое внимание. Но, на мой взгляд, на моей коже в нем меньше кремовости, нежели солености. То есть, больше для меня это все-таки соленый такой вот солено-сливочный инжир, назовем это так. Кто пробовал, обязательно пишите внизу, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно то, как вы слышите вообще, в принципе, все ароматы, о которых я вам сегодня рассказываю. Конечно же, не могу не отметить один из самых популярных, знаменитых инжиров. Это инжир от Bayreda. Это Palp. Очень интересный, очень красивый, опять же, натуралистичный аромат. Вообще, я люблю ароматы Bayreda за счет их такой вот и натуральности, и акварельности в какой-то степени, и полупрозрачности. То есть, ароматы Bayreda чаще всего сидят на мне полупрозрачно. Дымка они не имеют на мне какой-то бешеной стойкости, но у них действительно очень интересная парфюмерная композиция. Если говорить про аромат Palp, то здесь есть и черная смородина, там есть и горьковатые такие цитрусы, там есть, конечно же, инжир. И ближе к базе аромат начинает больше заслащиваться, там есть красное яблоко, пралине, цветы, по-моему, какие-то присутствуют в данном аромате. Очень красивый инжир. То есть, он сначала такой свежий, взрывной, с вот этой вот, с листочком смородины. То есть, я там слышу больше именно листочек черной смородины, нежели ягодки, без каких-либо кошачьих лотков. И, конечно же, потом начинает выходить на мне инжир, который наполовину вроде бы созрел. Но он в тот же момент, в общем, он сливочный, в тот же момент он зеленый, но больше все-таки уходит в зеленую, такую вот зеленую сторону, если можно так выразиться. И в базе аромат немножко заслащивается. Аромат на мне имеет, кстати, неплохую стойкость. То есть, это где-то около, наверное, трех часов для Байреда на моей коже. Это очень хорошо, учитывая то, что это свежий аромат. Учитывая то, что ароматы Байреда, они чаще всего очень быстро с меня слетают. Поэтому тоже, если интересуетесь инжиром, обязательно попробуйте аромат Палп. Очень многие девчонки у меня его любят. И действительно, это один из самых, наверное, красивых таких вот тоже инжиров, которые я знаю. Вроде рассказала вам про инжиры, которых у меня нет. И давайте переходить к пробникам. Давайте, наверное, начну с того самого инжира, про который я вам тут пою Димферамбы. Это аромат от Вильгельма Парфюмерина. Лет Х Вильгельм. Аромат, который сейчас стоит 30 тысяч. Можно купить пробник. Вот я себе на рандеву заказала пробник, потому что, опять же, я очень люблю ароматы с инжиром. И мне, конечно же, было интересно послушать, как он пахнет, как он раскрывается. Аромат старый, аромат 2016 года. Честно, я прям действительно с первого вдоха влюбилась в этот аромат. К слову, тестировала его параллельно со своей мамой. То, как услышала его моя мама. И то, как услышала его я. Это немножко, знаете, такие вот две разные истории. Потому что моя мама сначала в этом аромате услышала рассольные огурцы. Прям бочку с рассольными огурцами. И потом где-то минут, наверное, через 20-25 он только начал на ней раскрываться. Проявлять всю вот эту вот красоту. Я, как уже много раз говорила, у меня кожа горячая. На мне ароматы гораздо быстрее начинают раскрываться, выдавать свое сердце, выдавать свою базу. То есть, чаще всего верха я не особо сильно, ну, то есть, не особо продолжительное время ощущаю. Аромат, который я очень себе хочу. Здесь есть и цитрусы на старте, по-моему, здесь есть помело. Здесь есть кокосовый нектар. Если мне не изменяет память, который как раз-таки дает больше сливочности данному аромату. То есть, в этом аромате я не слышу как такового кокоса. То есть, здесь нету откровенного кокоса. Здесь кокос, вот этот вот кокосовый нектар или кокосовое молочко, я точно не помню, добавляет инжиру больше молочности, больше сливочности. Также в этом аромате есть, по-моему, табак, есть соль, есть сандал и есть кожа. Это очень красивый аромат на тему солоновато-молочно-сливочного инжира. Немножко с кожаным оттенком, с цитрусами на старте, с горьковатыми цитрусами. И сначала он такой более, знаете, более рассольный, более соленый, действительно. Но когда он начинает раскрываться, когда он начинает разогреваться, действительно, вот он становится молочным. У него, кстати, хорошая стойкость, это где-то около 4-5 часов на моей коже. И это действительно тот аромат, который очень сильно мне понравился. Я хочу их протестировать параллельно с ароматом Дети Вельвет, потому что пирамида у них, конечно же, похожая, но в Дети Вельвет нету как раз-таки вот этого кокосового аспекта, который дает больше молочности, больше сливочности этому инжиру. И нету той кожи, которая также меня очень сильно зацепила в этом аромате. Кто пробовал данный аромат, обязательно напишите мне свое мнение, потому что мне будет очень интересно почитать. Также, если любите инжирные ароматы, обязательно обратите на него свое внимание. И, кстати, это, по-моему, почему на него такая цена? Потому что этот аромат, по-моему, если мне не изменяет память, он сделан, был выпущен не для всех стран. И, собственно, из-за этого у него такая цена. Также про Вильгельм хочу еще отметить один аромат. Это базилика феллини, есть у меня он в пробнике. Если вы любите ароматы на тему базилика, то вам обязательно стоит присмотреться к данному аромату. Базилик здесь очень натуральный. Здесь есть зеленоватый инжир, то есть никакой молочности, никакой сливочности в этом аромате я не слышу. Здесь есть базилик, здесь есть ветивер и здесь есть инжир. Вот это вот три основные ноты, которые я ощущаю в этом аромате. Свежачок, но не стал моим фаворитом. Но если, опять же, любите такие вот ароматы с ярким, с натуралистичным учением базилика, то обязательно рекомендую обратить на него свое внимание. Так, с Вильгельмом мы закончили. Очень хочу отметить аромат от Флорайку. Много раз также уже вам о нем рассказывала, упоминала, много раз писала о нем в своем телеграм-канале. Это аромат, который называется АО. И действительно, мне тоже очень понравился этот инжир. Он понравился мне еще в магазине, но я как-то мешкалась-мешкалась. В общем, нужно было не мешкаться, а брать его, пока цена на него не выросла. Ароматы от Флорайку, я уже говорила, что у них такие, знаете, минималистичные пирамиды. Но у этого аромата, если мне не изменяет память, пирамиды побольше. Обязательно вставляю для вашей наглядности. Здесь есть цитрусы, здесь есть инжир. Хоть, по-моему, там нет пирамиды. В пирамиде именно смородины, но я здесь очень отчетливо слышу смородиновый лист. Опять же, без каких-либо кошачьих лотков. Очень красивый аромат. Здесь есть, опять же, вот этот вот зеленоватый инжир, который потом становится с капелькой сливочности. Не такой сливочный инжир, как, например, в аромате Энджи или в аромате от Killian Adults. То есть, чуть-чуть прям совсем молочности добавили этому инжиру. И дальше он начинает заслащиваться за счет мира, за счет ванили, который присутствует в данном аромате. Тоже у него хорошая стойкость. Очень классный унисекс. Если любите такие вот зеленовато-сладковатые ароматы, то обязательно обратите на него свое внимание. И инжир здесь также звучит очень натуралистично. Вот люблю я некоторые ароматы от Florico. Как уже говорила, далеко не всем не заходит. Следующий аромат, который очень хочу отметить, это аромат... Меня как-то спрашивали в моем телеграм-канале, что я думаю по поводу этого аромата. На него была на рандеву очень хорошая цена в тот момент. Если сравнить просто с тем, сколько он сейчас стоит, та цена на него была очень хорошая. Я честно прям вот жалею, что я себе его не заказала. И из-за того, что я боялась покупать себе полноразмерный флакон, я заказала у Кариночки от Levante. Потому что мне действительно было очень интересно попробовать данный аромат. Пачули фигуи, если я правильно произношу. Это аромат, который любил меня в себя с первого вдоха. Представьте, что вы купили сушеный инжир и обильно залили его шоколадом. Здесь очень красивые шоколадные пачули. Здесь есть нота какао, там большая достаточно пирамида. Я практически от начала и до конца слышу этот аромат, как вот этот вот сухой инжир, который обильно залили шоколадом, шоколадной глазурью. Это очень красивый, очень, я бы даже сказала, по-особенному вкусный аромат. То есть пачули, они здесь шоколадные, они не дают совсем скатиться данному аромату в такую вот гурманику, в такую вот вкусняшку. И какао здесь, конечно же, такой, знаете, если это шоколад, то он с большим процентом какао. То есть это шоколадка, которую очень хочется вдыхать, но которую я бы не могла сказать, что хочется съесть. Очень мне понравился этот аромат. Если будет возможность, также настоятельно рекомендую его попробовать. И на осень, на пальто, на шарфик этот аромат будет съесть просто прекрасно. Потому что, собственно, мы его надевали на шарф, и он настолько красиво шлифит на ветру. Это прям вот что-то с чем-то. Это как раз-таки один из тех представителей незеленых инжиров. Когда я попробовала, просто обалдела, насколько бывает разнообразный инжир. А также инжир из-за люкса. Это Estee Lauder Oasis Down. Тоже не так давно писала о нем. В общем, название внизу вы по-любому можете сейчас видеть. Это очень интересный, очень понятный, безумно приятный аромат. Кстати, с неплохой стойкостью на моей коже. То есть где-то, наверное, около 2,5-3 часов просидел на мне этот парфюм. Здесь есть инжир, здесь есть сладковатые цитрусы. И здесь я очень ярко слышу жасмин. Ближе к базе чуть-чуть добавляется больше сладости данному аромату. Очень мне понравился. Но он такой легкий, повседневный. Я, кстати, слышу в этом аромате немножко такое вот люксовое звучание. Но это действительно очень приятный аромат. Если также будет возможность, обязательно с ним познакомьтесь. Аромат очень приятный, легкий, понятный. Такой, знаете, цветочный инжир. Я бы, наверное, так смогла охарактеризовать данный аромат. Один из самых тоже популярных ароматов. Это Fic Infusion от Essential Parfums. Присылала мне его моя замечательная зрительница. Спасибо еще раз огромнейшее. И это очень зеленый, очень освежающий, даже в какой-то степени легкий аромат. На мне у него, сразу скажу, плохая стойкость. То есть это где-то, наверное, около часа. Но это очень такой хищный немножко инжир, я бы так сказала. Потому что здесь очень много вот этой вот инжирного листа. Но также это полноценный унисекс. В нем есть небольшая такая горчинка. В нем есть сандал. Очень красивый, приятный, понятный аромат. В базе он становится чуть послаще. Но для меня это цитрусы. Для меня это много такой немножко злобной зелени. Для меня это зеленый инжир именно с листочком. И к базе немножко добавляется сандала и сладости. Красивый аромат. Но, конечно же, его стойкость оставляет желать лучшего. Потому что, ну, как-то на мне, честно говоря, стойкость, как я уже сказала, наверное, около часа. И то я действительно прям поливаюсь этим ароматом. Но он классный. И также хочу отметить, что Fee Confusion очень похож на аромат, о котором я вам также рассказывала. Также я его очень люблю носить в жару. Это Pure Sense Freedom. Очень интересный бренд наш, кстати, российский. Кстати, во Freedom, по-моему, нету инжира, не листа инжира. Там просто зеленая трава, по-моему, присутствует. Но звучание у данных ароматов очень сильно похоже. И только Freedom, я бы даже сказала, что он более такой многогранный. Поэтому попробуйте и Fee Confusion, и Freedom, собственно, который я вам в отдельном даже видео рассказывала про данный аромат. Следующий парфюм – это аромат, который скачет из моего виш-листа туда-сюда. Потому что очень долгое время я не решалась. И, честно, до сих пор не решаюсь, нужен мне данный аромат или нет. Это один из самых популярных тоже ароматов от Джо Малон, Скарлетт Поппи. Это их красивый красный флакончик. Тоже уже несколько раз вам рассказывал про этот аромат. Это очень красивый инжирный аромат. Здесь есть корень ириса, здесь есть мак. И это обалденный реально аромат. Джо Малон, я не очень люблю их ароматы за их плохую стойкость на мне. Это тот Джо Малон, который держится на мне весь день. Это очень классный аромат. Опять же, если вы любите сливочный, если вы любите молочный, немножко пудровый, такой вот сладкий инжир, который купается в таком вот топленом молоке, что ли, со сладостью, то обязательно обратите свое внимание на данный парфюм. Мне он нравится. И до сих пор, вот честно признаюсь, не выкидываю даже вот этот вот отливан для того, чтобы напоминать себя об этом аромат. Ну, во-первых, для того, чтобы вам рассказать про видео с инжирными ароматами. И, во-вторых, для того, чтобы напоминать себя об этом аромате. И еще раз все-таки принять решение, нужен мне данный аромат или нет. Потому что мне он очень нравится. В нем нет какой-то сложности, в нем нет какого-то бешеного перелива нот. Но он настолько приятный, он настолько классный. И он, кстати, очень комплиментарный. И летом я ношу этот аромат. И вообще он меня абсолютно не душит. Вот что могу сказать. Но в этом аромате нет кокоса. Но некоторые могут услышать в этом аромате кокосовый аспект. Следующий аромат. Уже начинаем с вами плавно переходить к полноразмерам, которые есть в моей коллекции. И, собственно, аромат, который не так давно появился в моей коллекции, о котором я вам не так давно рассказывала. Это аромат от BDK Parfums Gris Charnel. Вся моя любовь началась вот с этого фирменного travel формата. У них, кстати, очень хорошие travel форматы с плотным стеклом. Здесь, по-моему, если мне не изменяет память, 15 мл. Но я могу ошибаться. Ну, в общем, где-то 10-15 мл в этой ручке. Это безумно красивый аромат. Я боялась покупать его в полноразмерном флаконе. Из-за того, что отзывы на него такие, что это такой супер ньют, полупрозрачный, нестойкий аромат. Решила, что все-таки так его хвалят. Но, наверное, я должна все-таки его попробовать. Заказала себе вот эту ручку. И просто первый раз, когда нанесла, я сразу же в него влюбилась. И сразу же добавила себе его в избранное, чтобы попозже заказать. И, собственно, флакон-то я себе заказала. Я безумно рада. Мне очень нравится, что цвет жидкости у ароматов такой вот интересный. И, конечно же, звучание данного аромата. Для меня, к слову, инжир это все-таки больше такая вот осенняя нота. Потому что есть некоторые инжирные ароматы, которые лучше, которые красивее всего раскрываются именно в дождливую погоду. Вот Килин, мой любимый, это прям вот для меня чисто дождливый аромат. Если говорить про этот инжир, то это спелый, солоноватый инжир, который немножко начинает потом запудриваться, который чуть-чуть начинает потом заслащиваться. Это политкорректный, очень политкорректный, очень красивый, на мой взгляд, дорого звучащий аромат. Хотя вот супруг у меня, честно говоря, его вообще недооценил, вообще не оценил и сказал, что я купил какую-то дешманскую водицу. Вот так вот. Но мне безумно нравится этот аромат. Тивер как будто бы здесь есть. Я не помню пирамиду. Вставляю в любом случае для вашей наглядности. Это очень красивый, спокойный, повседневный, ежедневный аромат, который будет красиво сидеть на мужчине, на женщине. И в нем есть и сладость, потому что, по-моему, здесь есть ирис, если меня не изменяет память. То есть такая вот слегка ирисовая сладинка присутствует в данном аромате. Прям я безумно рада, что он наконец-таки появился у меня в полноразмерном флаконе. Потому что когда тебе очень нравится аромат, но он у тебя в формате такой ручки, опять вот эта жаба, короче, ненасытная, начинает просыпаться. И все. И ты начинаешь экономить, ты боишься лишний раз на себя его нанести. Хотя я, честно говоря, борюсь с этим бзиком, потому что я же покупаю для того, чтобы пользоваться. Чего это экономить? Тем более, что некоторые отливанты, если они не очень хорошего качества, они имеют свойство парить. В общем, если у вас стоят ароматы в отливантах, и вы их экономите, не экономьте, пользуйтесь, свое удовольствие. Следующий аромат, который с ним была такая же любовь. Я сначала купила себе наборчик. Это аромат от Killian. Их самый популярный аромат про инжир. Инжир, который, мне кажется, такого инжира я не смогла найти ни в одном бренде. Если вы знаете инжир наподобие данного шарика, то обязательно напишите мне внизу в комментарии. Кстати, я также ищу аромат, который очень похож на шарик их аромат Kisses. По-моему, он называется. У меня есть фирменный Travel. Вообще, по-моему, даже не помню, рассказывал вам про этот аромат или нет. Но обязательно потом расскажу. Очень классный аромат. Но цена на него такая, что просто он мне за такие деньги, честно, не нужен. Если знаете похожий аромат на Killian Kisses и Adults, то обязательно, пожалуйста, напишите мне внизу в комментариях. Я вам буду безумно благодарна. Аромат, который, опять же, зацепил меня не сразу. Вообще, я как-то сначала очень скептически относилась к этому аромату. Был у меня он в travel формате. Я тогда покупала по хорошей цене себе наборчик из вот этих вот шаров. Я имею в виду миниатюрами на фирменных. Не могу никак, Грис Шарнелем, насладиться. Аромат, который я попробовала в жару, и мне было настолько плохо с ним, мне настолько было тяжело с этим ароматом. Я сейчас говорю конкретно про вот этот вот Killian. Я прям действительно убрала его на дальнюю полку и решила, что, наверное, это не мой пассажир. Но его время – это осень, это прохлада. И когда я попробовала его в дождливый осенний день, на раннюю именно осень, да даже на самом деле потом, когда уже стало прохладно, когда ты надеваешь балахон, куртку, кожанку, тоже он прекрасно носит. То есть не исключительно под дождь, но в дождь этот инжир начинает еще больше, еще более красиво играть. То он настолько красиво раскрылся. Это сливочно-молочный инжир во всем своем проявлении. Здесь умеренная доза солености, здесь есть сандал, здесь есть немножко цитрусового аспекта. Летом он меня задушил за счет того, что он стал слишком громким, он стал слишком каким-то молочным. То есть мне действительно стало с ним тяжело летом. Но вот в прохладу, когда я ношу данный парфюм, мне даже хочется его обновлять почаще, потому что он как-то настолько гармонично сливается с погодными условиями со мной, что мне его все время становится мало. Очень тоже его рекомендую. Сейчас на них цены, конечно, сильно достаточно выросли. Но это очень красивый сливочно-молочный инжир с вот этим вот сандаловым оттенком. И здесь действительно вот этот вот молочный сливочный инжир также можно ощутить как кокосовый оттенок. Есть такой момент, когда люди, некоторые описывают ароматы как молочный сливочный инжир. Будьте готовы к тому, что вы можете услышать чутка кокоса, кокосового молочка в аромате. Тоже не забывайте про это. Следующий аромат, который удивил меня своим звучанием, потому что я заказывала этот инжир вслепую по рекомендации Ангелины. Очень много она рассказывала и хвалила данный аромат. Это, конечно же, знаменитый, популярный Frank Buckley Angie. Это очень красивый аромат на тему инжира, сливочного инжира. Также некоторые люди слышат в этом аромате аспект кокоса. То есть люди не слышат в этом аромате инжир. Сливочный, мягкий, вот этот вот лактонный, они больше слышат именно ощущение кокоса. Но нет, так пахнет именно сливочный молочный инжир. И также в этом аромате я очень хорошо ощущаю ноту боярышника, которая периодически меня прям придавливает. Если в очень жаркий день нанести этот аромат, боярышник, который звучит где-то на протяжении 15-20 минут данного аромата, мне с ним сложно прям действительно дышать. Но когда боярышник успокаивается, начинает раскрываться вот этот вот молочный, сливочный инжир с оттенком кокоса. Безумно красивый аромат. Очень женственный, очень комплиментарный. Опять же, с хорошими техническими характеристиками. Поэтому, если не пробовали, обязательно обратите на него свое внимание. Он действительно очень-очень классный. Какие-то немножко такие вот древесные, суховатые оттенки тоже ощущаю в этом аромате. Также хочу отметить аромат Гутальнин Фео Мио именно в туалетной воде. Я извиняюсь, я не знаю, слышно вам или не слышно. Там у меня то собаки лают, то решили машины асфальт помыть. Вот так вот. Спасибо большое, конечно. Аромат Гутальнин Фео Мио в туалетной воде. Также уже много раз вам рассказывал про этот аромат. Попробовала его и просто влюбилась. Решила сразу, что он мне нужен. Здесь я слышу лист анжира. Некоторые эту ноту могут расценить как такой вот злобной зеленой травы. Как вот недавно сказала Карина, она ощутила этот аромат так. Даже томатную ботву услышала в этом аромате. Но действительно, это аромат свежескошенной травы. Это аромат греющего солнца. Это аромат сладких цитрусов. Я почему-то в этом аромате очень отчетливо слышу лимончик, дольки лимона, который посыпали сахаром. Он, конечно, нестойкий, но он настолько приятный. Если вы просыпаетесь и вы хотите зарядиться позитивными эмоциями, позитивной энергией, или, допустим, очень жарко, то обязательно попробуйте данный аромат. Он поднимает настроение. Он своей свежестью, своей зеленью, своей скошенностью, скошенной я имею в виду травой, поднимает заряд вот этой вот энергии. И хочется сразу, то есть, знаете, вот этот вот, как сказать, как сказать, как сказать, работоспособность, в общем, повышается в этом аромате. Я в нем, кстати, пару раз, когда в садик ребенка водила, красила забор, потому что прям действительно у меня появилось, мне хотелось что-то делать. Очень классный аромат, тоже рекомендую. Из фруктовых инжиров, кстати, практически все ароматы с нот инжира, они относятся чаще всего к такой вот фруктовой группе ароматов. Самый фруктовый инжир, который присутствует в моей коллекции, тоже заболела им после затеста, и очень срочно он мне нужен был. Я герметика, их аромат фигфива. Если говорить про остальные ароматы от герметики, это самый красивый, на мой взгляд, аромат из герметики. Ну, по крайней мере, на мой субъективный нос. Девочки еще хвалят там большое количество ароматов, но мне вот этот больше всех, честно говоря, нравится. Инжир здесь поистинному фруктовый. Здесь очень хорошо ощущается черная смородина с ягодкой, с почкой, с листочкой. Там огромнейшая пирамида, но всего раскрытия вот этой пирамиды, я вам честно скажу, я в этом аромате просто не слышу. И здесь есть вот этот вот фруктовый именно инжир. То есть он и не переходит в молочность, в сливочность. Он и не переходит в какую-то супер такую агрессивную зеленую сторону. То есть он такой мягкий, он вкусный, он сладкий, он фруктовый. Вообще бренд герметика отличается тем, что у них такая гелевая текстура. Мне, кстати, сначала было страшно наносить эти ароматы, потому что они действительно такие гелевые. То есть ты его наносишь, и он немножко такой вот, ну как бы не испаряется. В общем, сразу ощущение такое вот, ощущение на коже присутствует. Поэтому я его, кстати, ну на самом деле до сих пор не наношу на одежду, потому что он и на коже сидит очень долго. Это тот аромат. Вообще про герметику говорят, что у них страдает, хромает стойкость. Ну не знаю. Я вот этот аромат на себя наношу, и практически сразу как после того, как он ко мне приехал, он стал иметь потрясающие технические характеристики. Поэтому не знаю, как другие ароматы, но FIG FIVO имеет отличную стойкость. Поэтому я очень тоже рекомендую, если вы ищете фруктовый инжир, если вы ищете аромат, который будет поднимать настроение. Кстати, в этом аромате я также очень отчетливо слышу вот именно некую такую горчинку, которая не дает аромату стать слишком каким-то банальным, слишком простым. То есть в этом аромате, несмотря на то, что я не слышу такого помпезного перелива нот, но он мне не кажется простым, он мне не кажется скучным, поэтому я тоже рекомендую вам обратить на него свое внимание. Аромат, который я также очень полюбила этим летом, это Tiziana Terrenzi. Если правильно произношу аромат, называется Lince, Lince, Rys. В общем, у меня это в тестерном варианте, без этого набалдашника. Очень мне нравится этот аромат. Здесь есть абсент на старте, здесь есть звездочный анис, по-моему, здесь огромнейшее количество сладких пудровых цветов, здесь есть гелиотроп и здесь есть инжир. Если вы вслушаетесь в этот аромат, то вы услышите легкий, мягкий, опять же, вот этот вот сливочный оттенок инжира. Это тот аромат, в котором инжир нужно искать. То есть если вы будете просто на себя его нанесете, вы можете его не ощутить. Но если вы будете целенаправленно пытаться, ну вот так вот, знаете, по времени раскрытия аромата, услышать ноту инжира, то вы ее обязательно услышите. Если говорить про фирменный мускус бренда, то, возможно, аромату, конечно же, нужно постоять. Но я многих девчонок подсадила также на этот аромат. Они попробовали, просто сказали, что это оды женственности. Это действительно очень женственный, очень пудровый, очень мягкий аромат, который, к сожалению, не имеет в себе какой-то бешеной стойкости, а может быть и к счастью. Но и мускуса в этом аромате, вот этого бронебойного, я не слышу. Поэтому тоже рекомендую, обратите на него свое внимание. Если любите мягкие, женственные, пудровые ароматы, ну вот инжир, это тот аромат, в котором мне инжир нужно искать. И последний аромат, о котором вам хочу рассказать, также уже много раз вам о нем рассказывала. Спасибо вам огромное, что подтолкнули меня к покупке данного аромата, потому что это парфюм от Лорен Мазони. Называется он Сайн Диа. И он лежал в моей корзине, он лежал у меня в отложенных очень долго. И потом меня спросили про данный аромат, и я поняла, что это знак, что мне этот аромат точно нужен, что он мне понравится. Это очень красивый аромат про взрывные цитрусы. Здесь есть белый грейпфрут, который я уже много раз говорила, который без кожурки, без семечек, без вот этой пленочки. Он настолько и кислый, и бодрящий, и сладкий. То есть очень натуралистично звучит. Здесь есть немножко зеленоватый такой инжир. То есть здесь нет вот этой вот молочности, здесь нету лактонности. Если вдруг кто хочет услышать именно такого рода звучание инжир, то вам не сюда. И здесь есть нота кожи, которая добавляет еще больше игры данному аромату. Пирамиду полную я обязательно вставляю здесь. Это очень красивый аромат. Это очень заряжающий, бодрящий аромат, потому что в нем цитрусы вот этой вот звонкости добавляют аромату. Он действительно очень-очень классный. На мужчину, на женщину также сядь это хорошо. Около, ну, четырех, может быть, часов. Но он действительно очень-очень классный. Он очень бодрящий, он очень взрывной, он очень поднимающий настроение и заряжающий на рабочий лад. То есть для меня это такая, знаете, вот рабочая в прямом смысле лошадка, как и Гутальнин Феумио. Потому что это, конечно же, абсолютно разные ароматы, но ощущения, эмоции, которые дарят эти ароматы, они для меня похожи. Поэтому тоже очень рекомендую вам обратить на него свое внимание. Также знаю то, что многие любят данный аромат. Еще, кстати, от этого бренда хвалят грушу. Тоже хочу ее попробовать. Кто пробовал грушу от LM Parfums, то обязательно пишите внизу в комментариях. Очень интересно будет почитать, как вы ее слышите, потому что я, честно, не пробовала ее. Вот такой вот замечательный инжир. Опять же, это полноценный унисекс и флакон, конечно, у LM мне очень-очень сильно нравится. Итак, друзья, я надеюсь, что вы там еще не уснули. Я старалась максимально емко, но в тот же момент подробно рассказать вам про инжирные ароматы. Я очень надеюсь, что у меня это получилось. Аж немножко, честно говоря, спина уже заболела, потому что я не знаю, на сколько минут выйдет это видео. Но я вам его обещала, я вам его сделала. Я постаралась вспомнить про все инжирные ароматы, которые я знаю. Ну, возможно, какие-то, конечно же, еще я пробовала, про которые я забыла. Но такой вот основной костяк, я вам о нем рассказала. Обязательно пишите, пожалуйста, какие ароматы из данного ролика, которые я упоминала, которые я показывала, вы пробовали, вы слушали. Какие у вас есть, может быть, вы еще какие-нибудь мне посоветуете суперклассные ароматы с нотой инжира. И, конечно же, очень мне будет интересно, пробовал ли кто-нибудь вот этот вот инжир от Вильгельма Colette X Вильгельм. Потому что аромат, конечно, аромат очень красивый. Но, опять же, пробуйте. Мне тут недавно написали, что купили по моей рекомендации ароматы. Они не зашли. Друзья, я каждый раз в каждом видео говорю, что, пожалуйста, перед покупкой тестируйте, пробуйте. Есть ароматы, которые можно послушать где-то вот так вот прийти в магазины оффлайн. Потому что еще раз хочу просто на этом сделать акцент. Все мы люди разные. Восприятие кожи, ассоциации у нас у всех разные. Я вам рассказываю сквозь свою призму. То, как я вижу ароматы. То, как я слышу ароматы. Как я их ощущаю. Как они на мне раскрываются. У нас с вами даже элементарно химия кожи может быть разной. Поэтому вам может не зайти аромат тот, которому я пою, допустим, оды. Поэтому я, конечно же, очень рада, что вы прислушиваетесь ко мне. Мне это безумно приятно. Но, пожалуйста, пробуйте, чтобы не тратить свои деньги впустую. В любом случае, можно заказать пробник отливантный. То есть, как бы варианты и вариантов массы. Я надеюсь, что если вы сомневаетесь в каком-то аромате, то начинайте хотя бы с миниатюры. И, конечно же, мне безумно приятно читать комментарии, когда я помогаю вам найти именно тот аромат, который просто покорил вас самое сердце. Это, наверное, самые приятные, самые действительно приятные комментарии, которые я могу прочитать. Это когда я помогаю вам найти тот аромат, который для вас становится, который становится дорог вашему сердцу. То есть не просто какой-то приятный проходной аромат, а именно тот, который вас зацепил благодаря мне. Это вот самое приятное. Поэтому огромнейшее спасибо, что делитесь за вашу обратную связь. Огромнейшее вам хочу сказать еще раз спасибо. На этом я буду заканчивать. Итак, видео просто километровое какое-то получилось. На этом я буду с вами прощаться. Огромнейшее вам еще раз спасибо за внимание, за то время, которое вы мне уделили. Жду ваши любимые инжирчики. И на этом я буду заканчивать. Обнимаю, целую. Пока-пока, до новых встреч.